Продолжение следует... 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 Вот таким вот образом мы формируем петли ложного брумстика, не ложного, а мини брумстика, потому что обычно он делается из достаточно большого количества петель и достаточно длинные у него эти вот блочки. Они длинные, широкие. У нас упрощенный вариант, не менее красиво, но в разы проще делается, потому что настоящий брумстик вязать достаточно сложно. Сложный долго. Вот такой вот вариант, он не сильно утомителен, справится с ним легко даже начинающие вязальщицы и очень украшает, очень. Самое главное, не надо ничего делать основной нитью, потому что если мы провязываем основной нитью эти петли, нам придется переводить каретку на другую сторону, тоже сложности какие-то идут. При таком варианте, при цветном исполнении, во-первых, это очень нарядно и красиво, во-вторых, очень просто делать. Все, провязали, выровняли и вяжем основной нитью. Вот, раз, два, три, четыре, пять, шесть, все, наши петли провязаны. Вот таким вот образом вывязывайте количество тех красивых рядов, какой вам нужно. Можно между ними оставлять меньше провязанных рядов, будет очень ажурное полотно, можно больше, будут такие редкие вставочки. Очень красиво и, главное, просто. Если вам понравилось, нажмите нравится, поделитесь с друзьями, а также подпишитесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. И до встречи на сайте избави вязальной, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. Ваша Наталья Некрасова.